Санаторий Куяльник. Люди отдыхают, оздоравливаются. Сегодня в санатории в бассейне 34 градуса вода, соленая рапа. Кому нужны дополнительные услуги, есть и вытяжки соленой воды, и грязевые ванны по 10 минут. 39 градусов вода, полностью погружаешься в лечебную грязь, и там губочки идут, и оздоравливаешься. Кто этого всего не хочет, оздоравливается сам в бассейне, по утрам идут с тренерами, а после обеда можно с вами, как хотим, так я оздоравливаюсь. Вот девочки знакомые плавают. Ну, здесь, в принципе, уже со всеми знакомы. Очень хорошо, условия хорошие. Затем вы ходите из бассейна, есть пресный дождь, где переодеться. Есть фен, кафе, все условия. И минут 20, минут проехаться можно сразу на море, если кто хочет. Очень хороший подъезд, автобусы уходят, маршрутки. Такси набирают людей и везут. Всем, кому интересно приезжать, горсотеса, санаторий Куяльник. Когда выходим из бассейна, мы видим вот такую картину. Посмотрите, какая красота. Всякие процедуры в бассейне. Вот здесь, например, подводное вытягивание позвоночника. Позвоночник вытягивают в бассейне. Если нужно шейный позвоночник вытянуть, тогда погружают на шею какую-то тяжесть, вытягивают позвоночник. Озелененная зона. Очень красиво. В бассейне просто получаешь удовольствие. Какие красивые. Какие красивые цветочки. Вообще тут хорошо и замечательно. Домик сделали, декор. Там все принимаете? Да. Люди ходят постоянно, один за другим. Принимают всех. И кто хочет просто оздоровиться, поплавать. И кто хочет подлечиться по направлению врача. Цветы, какие красивые. Розовые винки. Сиреневинки. Здесь летнее кафе. Олеандр все идет. Махровый. Цены недорогие. Столики. Это помещение поликлиники. Очень много врачей. И можно выпить кофе. Вот расстанки. Я не сказала, возьмешь ту штуку, что вставлять. Кислородные коктейли делают. Вот грязь и лечебница, компрессы. Гидромассажи. При выходе с бассейна мы видим в поликлинике. Мы видим вот такую красоту. Смотри, смотри, смотри. Ой, мелкие овчарки. Они тоже хотят в бассейн. Бассейн. Вот это сам бассейн. Бассейн находится на территории. Заходить нужно через поликлинику. Бассейн попадаешь с поликлиники. С поликлиники. Если нужно пройти сначала врачей, ну и затем идешь плавать. Если нет назначения, просто платишь денежки и тоже плаваешь. Вот сайт Куяльника. Куяльник. Санаторий имени Пирогова. Номер телефона, кому нужен. Грязь лечения наносится на тело грязь нужной температуры и выдерживается сколько нужно времени. Затем ванночки для ног. Тоже это гидромассажем. Это для вен улучшает состав венозной деятельности. Сам бассейн. В бассейне есть по утрам. Тренер работает с людьми. А после двенадцати можно всем посещать. Посещать бассейн. Кто желает. Без направления врачей. Вытяжка позвоночника. Грязевой ванне. На шею цепляют подушечку. И здесь вот вытяжка позвоночника. А здесь просто грязевая ванна. В общем, очень много процедур. Хорошее отношение, коллектив. Все замечательно. Кто настроен, приезжайте в город Одесса. В санаторий Куяльник. Ходит 110 маршрутка от привоза. У нас бесплатно будет тоже соленая вода. Из-под воды. Здесь. Последние 36 градусов тепла. Очень теплая, хорошая. И для организма нужна горячая вода. Здесь есть, где переночевать. В санаторий. Все хорошо. Стоянка транспорта. Развязка. А летом пускают маршрутку какую? Нин. Говори. Маршрутка. Маршрутка идет от вокзала под номером 110. Она заходит на территорию Куяльника. До конца проявляется мост. И там остановка обычно собирается, люди возвращаются в город. И ходит кроме этой, еще идет маршрутка 110А, которая идет до Зерновой. Тоже на территорию Куяльника. Но она ходит только до пяти вечера. И только до первого сентября. Да, в летнее время. Да, в летнее время. Спасибо. Вечером здесь музыка играет, кафе открывается, магазинчики. В город тоже можно доехать свободно. На такси еду 10 гривен до Зерновой. А от Зерновой в любую точку. Пересыпский мост, Теремушки, Таирово. Куда хотите, туда и едьте. Спасибо. Сейчас попробую. А где сюда кромочками? А где уже? Ну раз есть, давайте. Приходите к нам, берете книжечку по сонам. Спасибо. Компрессы вон делает. Смотри. В заводу давай спросим. Для поливания. Сейчас. Противонам гряковый. Знаешь? Я забыла, как называется Тана. Вот это вода, что? Смотри, он вичем. И заболевания поджелудочной железы. Смотри. Прихранительный компакт при актике. 150 миллилитров в 5-7 дней пить. И заболевания. И уберите. И заболевания петель. Это вода, куяльник. А я в кресле посереду, что не пинтан. И ребят, да. Деграпируйсь, как клиенты. Заболевание кишечника. Этой водой можно вылезти. Это медленно проведу. Заболевание желудочно-выводящих детей. На третьей странице я записываю вопрос. Ага. Ага. Методика физиолога течения. Из-за первого. Спасибо. Да. Сейчас мы написали рекламу на скепу. Это дома будем читать. И завтра там обедом не границал. Ага. Посмотри. Какие красоты. Это вообще здания такие красивые раньше делали. Ну, что здесь было тогда? Это вообще чудо. Живое чудо. Видишь, что я в ракушечке там. Да. Пойдем? Да. Нам еще в город добираться. Боже, ты посмотри. Это я была в Гвете. У меня мазайки. Обалдеть. Где можно набрать куяльницкой воды. Прямо из источника. Из Гвета, из-под земли. Но она не газирована. Но лечит очень много заболеваний. Посмотрите, какая здесь красота. Вот дама набрала уже воды. Идет все лечить. Вот. Здесь люди живут. Люди живут напротив. А я вам сейчас покажу, где этот Гвет находится. Когда вы ходите с санатория. Ой, с поликлиники. Когда вы ходите с поликлиники, поворачиваете направо, проходите грязь и лечебницу. И следующее идет бювет с минеральной водой. Чистой куяльницкой водой. А здесь можно набрать рапы. Вода с лимана. Люди набирают и дома лечатся. Вот так она набирается в бассейн. Она здесь отстаивается. Видишь, какие-то болотиные полосочки. Ну, с самой трубы можно набрать. На стол скачают. А там лиман. Купайся бесплатно. Он очень мелкий. Его практически можно перейти ногами. Да. Очень мелкий. Высох лиман вообще. Раньше с моря пускали воду, чтобы наполнить лиман. А за лиманом находится поселок Котовского. Вон транспорт ходит спокойно. Развязка хорошая. Это грязь и лечебница была построена. В каком году она была построена? В 1964-м? Нет, это еще до революционной годы были. До революции. Посмотрите, какое красивое здание раньше строили. Вот иди оттуда с ними. Смотри, какая красота. Дальше встань, прямо по травке. Посмотри, какое тело. Как красиво люди раньше строили. Это старинная постройка. Да, постройка старинная. Это здание сейчас не работает. Сейчас новое здание работает. А это уже забросили. Было когда-то очень красиво. Пользовались царской Россией еще. Вот кошечка пришла лечиться грязью. Да, Китя? Какие потрясающие корпуса. Вот какие корпуса красивые. Посмотрите, как красиво строили. Это старинная постройка. Это как в фильмах снимают. Замки, знаешь, про Аладдина какого-то. Так красиво. Плитка такая шикарная. До стока лет. И эта плитка крепкая-крепкая. Ничего не ломается. Сказочно. Постройка красивая. Твоего впечатления ханского дворца. Ты видишь? Да, как дворец какой-то. А что эти дворец прям урожен? Как и фильмы показывают. И в фильмах вот такое вот все красивенькое. Может быть и съемки ведут на старинных дворцах. Чуть обделали и сразу себе раз. И фильм готовый. Смотри, какие ступеньки красивые. Строил же кто-то. А там, кстати, занавесочки. Наверное, какая-то работает часть грязелечебницы. Наверное. Но сегодня она закрыта. Замочек висит. Сейчас покажу. Вот замочек висит. На инвалидных колясочках люди лечатся. Приезжают специально. Такси ездят. Все работает. Вот еще один корпус. Памятник. Смотрите, какая красота. Раньше этот курорт ценился. Вот сколько много деревьев, воздуха. Скажи, всесоюзного значения было такое? Курорт был всесоюзного значения. Приезжали сюда все, лечились. Все работало. Здание работали все. Все корпуса. Сейчас все позабрасывали. Ну, кое-что работает. Но сначала, прежде чем лечиться, нужно обязательно пойти в поликлинику на прием к врачу. И врач назначает лечение. Первый исследователь одесских лиманов и строитель первой лечебницы. Устроитель первой лечебницы. Представляешь? Сейчас поснимаю людям. Не сними, ребята. Это лечебница. Вода грязи лечебница. Снимай, смотри. 1809 год. Основатель. Первый исследователь одесских лиманов. И устроитель. И устроитель первой лечебницы. 1809 год. А что же они ему сзади написали это объявление, табличку? Танечка, это он родился в 9-м, в 72-м умер. Это не так уж и долго он прожил. Но умные люди. За что работающие? Это работающие. Сегодня, наверное, выходной. Нет, она, по-моему, только до обеда работает. Я так думаю. Пойдем расписание с ними. Профессор. Вот когда работает грязи лечебница. Вода грязи лечебница. Часы работы. Санаторий Пирогова. Здесь люди проживают. 250 гривен. Один день. Пар, дискотека. Столовая. Очень хорошо. А там дикий пляж. Свободный вход. Бесплатно. Грязевые ванны. Сюда ходит автобус города 110-й. Прямо с вокзала. Если кому удобно с центра города, добраться тоже. Очень легко. А народ шампанское пьет. Здесь наливают шампанское. Все включено. Все включено. В общем, весело и хорошо. В парке сидят. Пивасик попиваю. Это мой дом для всех. Арбузики. Спасибо всем за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова